Со дня объявления частичной мобилизации прошло больше пяти месяцев. В то время, как люберецкие мужчины выполняют боевые задачи в зоне СВО, их семьи тоже не сидят, сложа руки. За каждым защитником Родины стоит женщина, которая обеспечивает надежный тыл. Подтверждение тому история героини нашего следующего сюжета. Ну, рассказывай, как твои дела? Нормально. Все хорошо у тебя? Конечно. Я тебя люблю, папа. Я тебя люблю, Костя. Скажи, приезжай поскорее. Я тебя люблю, скорее. Своего папу семья Доврановых не видела с 10 октября. Тогда он добровольцем отправился в зону СВО. Сейчас выходит на связь часто. Находится на лечении в военном госпитале. С ума сходишь, от нечего делать, наоборот. Ничего не делать и сидеть, сложа руки, не в правилах этой семьи. С тех пор, как муж отправился на защиту Родины, Олеся инициировала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Сейчас готовит к отправке очередную партию. Вот такие сапоги приобретаем нашим ребятам. Сейчас начинается распутиться. Будем уже их переобувать, переодевать. Все собранные вещи Олеся отвозит лично на своей машине. Несколько раз брала с собой даже детей. Их в семье трое, сын и две дочки. Сергей самый старший. И пока папа на спецоперации, хозяин дома. Это очень сложно. С этими девочками очень сложно как-то наладить контакт, когда у них что-то не получается. А я один мужик в доме, это очень сложно. Вот так могу сказать. Развещайся папу скорее. Да, я уже не могу без него. Главу семейства все без исключения считают патриотом и настоящим защитником. Такой же можно назвать его супругу. Сейчас она пытается получить удостоверение волонтера, чтобы отвозить гуманитарную помощь непосредственно в ДНР и ЛНР. У нас есть наш костяк, это там порядка 20 человек, которые жили с нашими мужьями, братьями в одной палатке, находились в одном месте. И мы так объединились и начали собирать им помощь. С ночи все загружаем, едем. Ездили и в Нижнюю, и в Белоруссию ездили, и в Белгородскую область ездим. По медицинским показаниям, супруг Олеси после лечения должен вернуться домой. Мой мужчина, вопреки советам врачей, рвется на передовую. Но при любом раскладе бросать свое дело Люберчанка не намерена. Помогать российским бойцам она готова до победного конца. Ребята все настроены позитивно. Мы, в свою очередь, тоже настроены позитивно. Враг будет разбит, победа будет за нами. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.